И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте в этом ролике попробуем, значит, создать базу для будущей сцены, где будет, значит, разговаривать вот этот промышленник, значит, с бандитом. Полностью сюжет не раскрываю, это будут, значит, дополнительные сцены уже в сценарии. Ну, погнали. Значит так, есть промышленник. Всё, вроде бы нормальный персонаж, вроде бы так смотрится, вроде бы как бы, да? Так, он будет сидеть, значит, на кресле, за столом и разговаривать с бандитом. Так, давайте, значит, импортируем сюда кресло из мультфильма Робинзон Круза. Так, значит, использую базовые, как сказать, накопления, которые есть уже в наличии. Так. Вот оно кресло. Так, погнали. С. Подгоняем его под размер. Я думаю, где-то так, да? Так, вроде бы, подходит, но, как бы, кресло низковатое, да? А ну-ка, смотрим сбоку. Если по коленям, то кресло должно быть где-то вот такое аж, наверное. Ну, да. Вот высота по колену. Так, это он чуть-чуть, наверное, высоко стоит. Но ничего, мы это дело подкорректируем. Скорректируем. Сейчас посадим и ещё раз попробуем кресло подогнать. Так, нужно текстуру кожи какую-то, да? Потому что на это кресло у меня нет текстур. Итак, выберем какую-нибудь текстуру. Скачаем. Тут можно светлую, тёмную. Я думаю, наверное, потемнее, да? Так, ну, пускай будет, вот, первое. Так, заходим, значит, убираем наше кресло, находим материалы и видим, что здесь один материал. Значит, что мы делаем? Как это дело всё разбить? Так, заходим в Edit Mode. А, пардонте, не дожала мышка. Нет, тут несколько материалов. Вот есть у нас первый, да, который вот этот, глаза мозолит. И вот на него мы сейчас кинем какой-нибудь скачанный, так, скачанный материал. Вот он. В принципе, чём? Нормальное кресло. Потом я это делаю, значит, видите, тут получается, как она, оттайлилась, да? Что это можно сделать? Заходим в UV. Находим вот этот. Так, здесь уже получится по-другому. Так, давайте зайдём. Так, Edit Mode, всё правильно. Так, L английская. Выберем наш вот эти вот все детали, где должна быть, значит, кожа. Так, есть такое дело, да? Тут всё чёрненькое, там гребешки. Смотрим, что здесь. И, значит, какая песня. Перекрутим на другой внешний вид. Так, и, значит, S. Так, а как же она тут не выбралась, да? Назначим Ecision. Это будет отдельный материал, да? И тогда, раз это Ecision, зайдём, выберем этот материал, заходим в Shading, и у нас текстурка тут как бы всё равно некрасиво подключилась, да? Так, значит, что UV Editor, опять же, так, а ну-ка. А, S, и подставляем под нашу, вот, уменьшаем по текстуре. Так, смотрим, в layout, заходим, во, ну, вот это уже, куда бы, как бы, говорится, не шло. Вот это уже нормально. Так, вот эту подушку потом тоже можно отделить, но, в принципе, пойдёт. Так, у нас главная анимация, а потом все будут вот эти доработки. Так, выбираем нашего персонажа, ставим на первый кадр. Так, ну, на этот, наверное. Заходим в PostMod. Ненужные кадры удаляем, ликвидируем. Английская A. Тут тоже выбираем. Delete. И, значит, ну, первые базовые желательно тоже оставить, видите, чтобы они были. Вдруг нам что-то понадобится. Так, ну, начинаем, давайте, так, это всё передвинем в G. Начинаем с первого кадра. Так, G садим нашего персонажа. Так, перекручиваем позвоночник вниз, тазовую R, таз перекручиваем. Так, здесь у нас тоже перекрутка. И видим, что кресло у нас очень большоватое. Так, значит, R, пока это дело перекрутим. Так, G. Наметим, где у нас должны быть вот эти все, значит, ручки. И положим поширше, да? Так, раз, так, вот. Ну, чтоб, как бы ещё в натяжечку, не так, чтоб прям он, чтоб прям шездец, да? Сгеморройничать. Так. И получается, что тазовую кость мы ещё усаживаем подальше. R, её нагибаем. Здесь тоже нагибаем. Потом можно, значит, чуть-чуть ему... А ну-ка, R, таз перекрутить. Вот эту часть тоже докрутить. Увести G как бы на одну сторону, а эту... Ну, сейчас посмотрим, куда положить. Так, тут у нас рука, видите, натянута. Это дело не есть good. Так, и вот эта рука, R, так, где-то её, наверное, вот так, G, в натяжку в эту сторону. Так, всё, теперь пропишем A, I. Это будет базовая пока, базовая форма. И нужно подогнать, значит, кресло. S, значит, кресло мы уменьшаем. И видим, что персонаж нормально. Но кресло, как говорится, не очень, как бы, подходит к нашему персонажу. Видите, далеко. Ну, давайте немножко с ним поработаем. Чуть-чуть мы его сплю с ним. Чуть-чуть мы подведем его поближе к нашему персонажу. Вот так где-то, да. Смотрим, как он сидит. Сейчас его ещё больше опустим. Так, вроде бы до ручки он докасается. Ну, давайте кресло ещё чуть-чуть сдавим. Ну, вот так, я думаю, будет уже нормально. Так, заходим опять же в PostMod. Здесь уже единица на нампаде. Так, N панель. Включу ScreenCastCase, чтобы вы видели, что я буду нажимать. А то вдруг непонятно, что я тут нажимаю. Так, и вот, значит, G. Видите, что у нас персонаж вот аж должен погрузиться в наше кресло. Вроде бы не провалился. Ну, и на том, как говорится, спасибо, да. Так, R. Он должен, хозяин жизни, расслабиться тогда. Так. Если он будет сидеть боком, я так, если он так будет вот так разговаривать, сбоку будет сидеть здесь где-то бандит. Тогда что получается? Семёркой на нампаде нужно R довести его чуть-чуть сюда, чуть подправить и направить его в сторону, чтобы он смотрел этого бандита. То бишь, семёркой на нампаде и голову мы доведём. Так, здесь он сидит, здесь у него ключица должна быть приподнята, здесь расслаблена. Так, ну, вроде бы внешний вид как бы нормально. Так, ноги. Ноги, значит, у него на растопырку. Ну, хозяин жизни, однако. Так, и значит, что RG. Доведём ключицу. Вот, видите, что так прижата она не может находиться. Если рука натянута, то рука должна, как говорится, ключица за ней следить. Так, и локоть. Локоть. Локоть обязательно должен... А ну-ка. О! Расслабить тоже руку. Так, здесь мне чуть-чуть не нравится, значит, G. Мы доиграем нашей ключицы, потому что бывает миксам, а он как бы плечи сдавливает. И ключица поможет нам вот это всё дело чуть-чуть расслабить, растопоршить. Так. Так, теперь что у нас есть? У нас есть большой палец. Большой палец мы опустим. Так. Ну и кое-где... Кое-где, кое-какой палец подправим. Так, да? Так. Ну и вот этот мизинец тоже. Угу. Так. Доработаем пальцы. Всё вроде бы тут более-менее. Так. И немножко, наверное, таз всё-таки к руке подведём. Потому что натяжка очень сильная. Так. G здесь руку положим ровно. R G ещё её опустим. Так. Ну и в принципе что? Чтобы пальцы не западали, не заваливаясь в кресло, нормально лежит рука. Так. Что у нас с тазом? Тазом поправляем. Так. Здесь вроде бы нормально. Минимум делаем всяких движух, потому что потом, чтобы дёргать не потеряться, значит... В анимациях, да? Так. Так. Этот чуть сюда. Делаем ему более-менее нормальную картинку. Здесь ещё можно довести, значит, позвоночник в эту сторону. Раз он довёлся, чуть подправить. И, значит, тогда ещё таз в эту сторону. Не, ну, натяжку всё-таки. Так. R. И чуть-чуть ещё G. О! И сбоку вроде плечо так нормально выглядит. Чё там? О! Так. Это многовато, да. А здесь уже некрасиво. Так. А ну-ка, если G и руку... Вот так положить. Тогда нужно по новой исправить пальцы. Как это значит? Так, так, так. Угу. Угу. Ну, как бы так бы, да? Так. Всё. Это дело, значит, прописали. А. И первый кадр у нас есть. Так. Следом. Выбираем, что. Значит, по системе, которую я там делал. Это, получается, 10 кадр. Прописываем разговор. Так. Начнём, наверное, с чего? Что? Так, давайте сделаем разговор. А потом уже будет видно, что там получится. А ну-ка. У нас, значит, на 10 кадре у нас открывается рот. Так. Так. G. Что мы тут поправляем? Так. Прописка. И вот где он говорит, значит, дальше идёт пятый кадр. Десятый, пятый. На пятом кадре R, рот закрывается. G. Вот эти косточки поправляются вперёд. Так. Эта косточка. А ну-ка так. Это. Где она там запала? Есть. А. И прописка. Так. И вот эти кадры теперь можно просто шейф д. Шейф д. Так. А ну-ка это. Пардоньте. Это значит. Пятый. Это будет G. Двадцать пятый. Это будет пятый, тридцать пятый, сороковой. И потом будет шейф д. Значит, пятьдесят пятый, шестидесятый. А потом идёт у нас десять, десять. Да. И получается у нас. Значит, здесь закрыто. Через десятку открыто. Через десятку закрыто. Значит, десятый кадр делаем в шейф д. Ставим его. Даже нет. Это получается. Сейчас идёт. Так. Десять пять, десять пять, десять пять, десять пять. Четыре раза. Потом идёт десять, десять у нас. Да. Десять, десять. Это получается эти же два кадра. Ну, можно вот просто рот скопировать, делать шейф д. Делаем 70. А этот семьдесят пять, ставим G на восемьдесят. И потом всё по новому кругу. Так. Это у нас, значит, восемьдесят кадров. Восемьдесят кадров это у нас двадцать пять, двадцать пять. Это две секунды. Двадцать пять, это шестьдесят. Ну, четыре секунды почти. Значит, это всё дело. Делаем в шейф д. Продлеваем. И ставим потом восьмидесятый. Это теперь пять. Восемьдесят пятый теперь ставим. И пошли с восемьдесят пятого. Десять десять, десять пять. Так. Ну, вот такая получается, значит, покадровка для разговора. Я думаю, вот этого момента, ну-ка. Вау-вау-вау. Так. Ну, и вот поменяем кое-какие кадры. Значит, если вот здесь пятьдесят пятый, ну, чтобы такого сильно не было, где-то подправим, значит, R, G, вперёд. Значит, какие-то кости G подведём поближе. Так. Это так. Это так. Ну, чтобы более-менее менялся такой, да, у него вид. И выбираем все вот эти кости, ставим I, прописка. Во. Нормально. И вот этот кадр теперь. Выбираем. Делаем шериф D. Ставим его. Так. Это значит. Delete. А ну-ка. Какой-то был. Так, пятьдесят пятый. Значит, пятьдесят пятый выбираем. Шериф D. И ставим здесь, значит, закрытый, открытый, закрытый, открытый. Да. Так. Так, тогда. На восьмидесятом тоже, чтобы прикольнее это всё дело было, значит, выбираем боковые косточки. И, значит, G. Опускаем. Так. Здесь где-то... приподнимем, но такой, со злостью, чтобы он говорил, да? И выбираем их, значит, и прописываем I. Так, чуть-чуть поменяем, наверное, сороковой кадр. Здесь, значит, G. Уведём нас вот эти части. Здесь, значит, поближе. Так. Что он делает? У него должны вот эти вот две косточки G подойти прямо вперёд. Вот так вот. Так. Эта косточка, значит, G ещё больше в центр. Это в центр. Эти тоже в центр. Так. Потом зубы подправим. Так. Выберем их. И пропишем I. Ну, уже как бы веселее. Так. Теперь, что у нас получается? Если у нас вот эти отдельные кадры, это у нас, значит, анимация разговора. Значит, что прописываем? Вот на этих кадрах... Так. Вот на этих кадрах, видите, анимацию нужно удалить. Так. Надеюсь, я кости никакие не зацепил. Нет. Ну, это дело мы всё удалим. У нас остаётся только первый кадр. Чтобы тело-то у нас не прописано. Мы прописали только рот и анимацию для разговора. И когда человек говорит, у него какие-то должны быть движухи. Правильно? Значит, что он должен делать? Он просто разговаривает. Он никуда не спешит. Значит, можно использовать 10-й, 15-й. Ну, давайте 15-й и 30-й кадр. И, значит, смотрим. На 10-м он рот открывает. На 15-м... Создадим ему движение в бок. Чуть-чуть. Пусть нагнётся. И, значит, R... Вот так вот, да? Нормально. А и прописка. Вот, видите, уже создалось какое-то движение мягкое. Вот он тут что-то разговаривает. Но... Теперь на 30-м кадре... Нет. Ну, да. На 30-м кадре он должен, давайте... Ну, как бы нервничать, да? Там или ругаться. Приподнял ногу. И... Когда приподнимает, значит, ногу... Так, чуть-чуть создаётся движение тела в бок. Ну, чуть-чуть так. Чистое, чтобы... Ну, не сидел бездыханно. А и прописка. Так, раз. И, значит, на 30-м он поднял. А на 40-м... Нога такая, типа... Шлёп. Прописка. И. Ну, когда он ей шлёпает ногой, у него, значит, колено тоже должно двигаться, да? Как... Ж... И... Ну, вот этот момент можно, значит, продублировать. Допустим, выбрать вот эту и вот эту кость. Вот момент, где он тут ногой шлёпает. Шифт-д. Поставим теперь, это у нас 40-м... Пропускаем, значит... Так, десяточку, да? Это... Это двадцатку. Это секунда. И раз. И раз. Да, секунда. Шифт-д. Пропускаем 80-й, 90-й ставим тоже. И вот так он... Раз, раз, раз. Так. Ну, когда он тоже так делает, значит, на 60-м... Там где-то G... Соседнее колено чуть-чуть должно двигаться. Так. R где-то нога чуть-чуть должна передвинуться, затекла. Ну, а там, где она не двигается, нога, должен быть вот этот кадр. Шифт-д. Подставляем его поближе к этому. Раз он... Оп. Так. И раз он ногу подвигает, да? Значит, R... Еще двигается тело. И... Ну, чтоб... Ёрзал на кресле, короче. Не просто мертвым грузом сидел, да? Так, так, так. Здесь у него идет разговор. И на 40-м кадре, значит, давайте приподнимем ему... Ключицу. И, значит, здесь бы хорошо, конечно, поиграть пальцами тоже, значит. Видите, как тут Миксама установил пальцы, тут еще бы сдвинуть. А он их поставил слишком вперед. И... Не очень хорошо тут все теперь... Так, вот так тоже приподнимаем пальцы. Эть, оп. Ну, мизинец спускай. Так, вот этот... Большой... Отпустим. И, значит, вот этот палец тоже R... Приподнимем. Также приподнимаем чуть-чуть кисть. Прописываем вот эту часть, выбираем. Тазовую кость можно через Shift отключить. Прописываем. И прописалась только вот эта рука с выбранными костями. И получается... Раз. Опа. Вот этот пальчик теперь начинает гнать. Пропишем его отдельно. А ну-ка. Что-то с ним не то. Значит, этому пальцу... Как раз он начинает конючить. Я не знаю, что с ним происходит. А, у него кости, видите, сдвинутые аж. Ну, давайте этому пальцу удалим вот эти все анимации. А ну-ка. Нормально. Если он проблемный, мы его оставим проблемным, да? Так, теперь, значит, убираем это на 40-м кадре. Так, на 40-м кадре давайте еще повыше поднимем. Пропишем. И... Пропишем теперь. Смотрите, выбираем вот эти все кадры. Отключаем опять же то, что зацепили тазовую кость. И 30-й кадр, Shift на 50-й. Вот за секунду и раз... Да. Секунда пойдет. Но, видите, он как бьет неинтересно. Ну, что, поднял руку и опустил, да? Значит, где он вот так вот ее опускает... Давайте вот эти пальцы... Вот эти пальцы мы еще приподнимем повыше. Так, а ну-ка... Р... Прописываем и... Ну, вот уже как бы поприкольнее раз. И сначала рука падает, а потом чуть с запозданием пальца. Да, так, щелк, щелк. Ну, уже как бы получше будет. Так, а вот с этим пальцем... Это кто тут у нас? Ну, давайте попробуем с ним поработать. Видите, насколько кости от пальца отстают? Как миг сама их вставил. Так, и как переключиться, значит, на другую сторону? Если нам пада нет, включаем Fn, клавиша, где Ctrl-Shift у вас. И делаем Shift-3. Так, Shift-2, пардоньте, Ctrl-2, Ctrl-3. Вот, Ctrl-3. Ну, зеркалка, да? Вот мы теперь с другой стороны работаем. Если нажмем просто тройку, мы с этой стороны. Ctrl-3, мы уже с этой. Ctrl-7, мы сверху наоборот. Если семерка, мы вот в таком виде. Так, а чтобы оказаться нам сзади, это сейчас попробуем. Ctrl-4, Ctrl-5, Ctrl-6, Ctrl-8. Не катит, Ctrl-2, Ctrl-1. А, вот, Ctrl-1, и мы с задней части. Я как-то больше вот такими переводами, значит, делаю. Вот. А это Ctrl-1, Ctrl-3, Ctrl-7. И вот она зеркалит вот это всё переключает. Ну, привык я вот так вот раз повернул, там что-то перевернул. Всё равно я его по кругу кручу, но бывает нужно именно вот Ctrl-3 вот в такое положение подставить. Вот недавно стал всё-таки привыкать вот к этим, значит, сочетаниям клавиш. Но всё равно, видите, я его стараюсь всё равно перекрутить, тянуть. Так. Ну, это в принципе чё? Нормально, так? Так, кисть поднимается. Раз кисть поднимается, у нас, значит, создаётся движение, да? Значит, при подъёме ключица опускается, и, а при опуске она, значит, G, R чуть приподнимается. Вот, видите, что раз, опустилась, приподнялась. Ну, как бы, так бы, да. Наверное, так бы, так. И, значит, что? Ну, для простенькой анимации, да, это вот, в принципе, для простой анимации это нормально. Вот он тут болтает, ногой трепещет, да? Вроде бы нормально. Значит, разговор будет без повышенных тонов, и вскакивать он уже не будет. Вскакивать он будет в другой сцене, где его планы, ну, как бы, его планам помешает, значит, этот шериф, будущий покойник. Да? И, значит, получается, этот бандит уже будет на повышенных с ним разговаривать где-нибудь, ну, не знаю, на каком-нибудь участке у железной дороги. Ну, чтоб не повторялась локация, значит, в каких-то помещениях. Ну, чтоб интереснее было показать больше, да? Так, ну, вот это и есть дело. Ну, теперь же ему нужно моргать, полюбаться. А я, видите, здесь не вставил ему кости. Почему? Потому что я решил все это дело сделать шипкеями. Выбираем нашего персонажа. Так, заходим в шипке, добавляем шипке, и, значит, ползунок до упора. Заходим в скульт-мод. Ставим тянучку, и здесь придется без симметрии каждый глаз подтянуть. Так, сюда его опускаем. Так, нижнюю часть, а ну-ка. Ну, а низ, наверное, по-другому подтянем. Так, а ну-ка, раз. Ну, пойдет. Конечно, лучше потом, наверное, все-таки сюда вставить ему кости. Ну, и так закрыть, в принципе, можно. И когда моргает, у него все брови опускаются, да? Так, и когда он моргнул, сейчас это будет другая история. Нос чуть-чуть приподнимается, и вот эти части тоже чуть-чуть подтягиваются, значит, к глазу. Ну, и чуть-чуть, наверное, уши начинают двигаться. Чуть-чуть. Вот. Так, тут у него морщины на лбу. Волос, наверное, тоже двинуться должен сверху. Ну, и в принципе, что, все. Прописываем и выбираем G и ставим так. Теперь мотаем. Так, здесь у него открытый на семнадцатом. Ну, не полностью, давайте чуть-чуть, чтобы он так расслабленно на него смотрел. И тут чуть-чуть побольше, да? И получается у нас раз, вот, хоп, он моргнул. Теперь вот эти моргания, Shift-D, можно передвигать и ставить на те кадры, которые нам тоже нужны. Ну, это уже, ну, как, не часто, чтобы моргал, да? Ну, вот, допустим, разговаривает, разговаривает, и, значит, Shift-D, ну, сюда поставить можно. Здесь на каком-то уже можно глаза прям побольше ему открыть. Переписать. Так, здесь тоже можно раз, там чуть где-то больше. В промежутках добавить, что он, ну, жлится. Все там, да. Вот уже лицо более живое, уже все нормально. Я тебе, козел, того и на этого, да? Так, еще что нужно сделать. Смотрите. Есть и есть у нас персонаж, есть у нас уже разговор. Ну, видите, что голова у него, ну, как-то мертвая такая, она неживая. Значит, заходим мы же в постмод мы же. И где вот, смотрите, допустим, ты же обещал мне, допустим, ну, вот мне, да, там, секунда, там, сколько выходит. Так, здесь, значит, у него R чуть-чуть поворачивается эта штука. Шейный позвонок, где-то G, его можно приподнять и сделать, как бы, повышение такое, да, он на растяжке, он стоит, ну, в смысле, вот, да, там, раз, там, оп, оп, видите, как водить можно. Ну, это, чтоб не усугублять, потихоньку, значит, это, значит, так, семерка в нампаде R, перекрутим эту штуку, и, значит, так, G, A, I. Так, и поставим все это дело, G, на 46 кадр. Опять он, значит, открывает рот, замирает, значит, что у него должна немножко поработать ключица, рука немножко, должна тоже движение создавать, значит, на вот этой, как, на дужке, да, как же у него локоть тоже должен как-то изменяться, здесь она лежит, это все нормально, и, как бы, подача вперед должна быть, допустим, раз, там, если он разговаривает, так, A, I, прописка. Ну, и все, дальше видите, что у него тут, значит, замедление, и, желательно, вот эти вот кадры, так, выбрать те кости, которые двигались, и мы их сейчас перепропишем. Так, ну, тут мало костей двигалось, но вот эти вот выберем, ну, и полностью давайте Shift D, переведем на 90 кадр, оставим промежуток секунду. Так, и вот где вот он говорит, да, все, здесь он на повышенных, так, Shift D, можно накладочку сделать, а ну-ка попробуем. Смотрим, как это будет смотреться, неинтересно, G, уводим, уменьшаем расстояние. Так, вот здесь уже нормально все, здесь он смотрит, но, так, должен он здесь уже R, как бы, расслабиться, да. Ну, договорил, обговорил все, голова на бок, там что-то тоже расслабился. Наверное, не надо в потолок смотреть, в потолке ничего интересного. Так, и, значит, вот эту голову G в бок уводится. А, и, так, прописка. Ну, вот прикольно получилось, но, еще минус в чем, он сидеть-то сидит, но тазом не делает ничего. Так, значит, таз R, так, Ctrl Z, давайте так, G, и, потом, здесь у него, значит, создается движуха на сотом кадре G вперед. О, уже тазом он движется, уже создается какое-то движение, уже писец, как его бояться надо. Так, ну и выбираем R, смотрим, что у нас со ртом. Здесь сделаем ему паузу, если вдруг какая-то будет анимация, мы сможем, значит, в одном ролике писать его, значит, вот эти паузы и разговор. А, потом это дело смонтировать с разных ракурсов, и, в принципе, с этой сцены можно собрать где-то внутри неплохих такие кадры. Значит, так, с FD, перетянем это все дело вот сюда, а ну-ка. И поставим здесь промежуток, так, здесь 155, а здесь 180, это маловато. Паузу сделаем где-то секунды 3-4, ну, чтобы посидел, чтобы можно было снять это дело нормально, как будто он его слушает, да? Возможно, даже больше. Давайте больше. Это получается, чтобы одним файлом снять, значит, полностью разговор. Значит, shift-d, так, не shift-d, это delete, это, значит, вот это G. Переведем на трехсотый кадр. Вот в этом промежутке будет говорить тот персонаж. И получается, значит, если этот говорит более длинную фразу, то тот персонаж, как бы оправдываясь, как, малоразговорчив будет, но он же виноват, согласитесь. Тогда 421 кадр. Давайте 450 поставим. Так, все, это дело есть. Так, и нужно, значит, удалить вот эти первые кадры. Почему? Потому что, когда будет, а ну-ка, а если он. Ну, потом можно еще добавить к этой анимации, где он будет вставать, допустим, встанет, если это нужно, конечно. Если нет, ну, тогда, как говорится, нафиг нужно, да? Так, сохраняем файл, файл save us, это, значит, сохраняем олигарх-промышленник, ну, просто давайте олигарх, разговор. Сохраняем. Все, этот файл есть, он будет линковаться вместе, значит, с креслом. Так, теперь нам понадобится другой персонаж, это бандит. Находим, значит, ковбой, плаварь банды, вот он, так, это что у нас тут, что уже есть. Так, тут он едет, тут он стреляет, значит, тут он сидит в кресле, по-моему, на стуле. Ну, в принципе, пойдет, да? Ну, кружку, наверное, нужно убрать у него. Не в кафе сидит. И, в принципе, в принципе, что, можно использовать и этот, значит, файл, только его нужно немножко переделать. Файл, значит, как подключить все вот эти текстурки, это файл, находим external date, находим find messing, и находим, значит, текстуры нашего комбоя. Сейчас он их считает, все, вот он их считал. Сохраняем обязательно этот файл с подключенными текстурами. Ну, тут вот идет сигара. Так, вот она тут находится у него, сигара. Так, почему-то не выбираясь. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, поближе подставим. А, картинка перегорожена, не вопрос. Делаем пока H. Выбираем нашу сигарету. И файл, значит, импорт. Find missing, опять же, давайте find missing, и найдем. Так, я не помню. А, вот она, сигара у него, значит, да? Так, подключим, значит, сигару. И теперь Alt-H, возвращаем наш вот этот дым. Я думаю, что хружку с кофом можно и удалить, да? Да, давайте ее удалим. Так, опять что-то не дает выбрать, картинка, наверное. Нет, вот он, раз. Так. И, значит, перепишем эту анимацию. Так, файл. Так, save as. Давайте ее перепишем. Это, значит, ковбой курит и разговор, да? Так. Так, есть такое дело, значит, что еще? Заходим в POS-MOD, выбираем. Нужно переписать эту руку. А как ее переписать? Рука должна лежать на столе. Так. Здесь, значит, допустим, у него стол. Так. Alt-G, Alt-R. Бросим в настройки. И, значит, G, R. Ключицу приподнимем. Опа. Надо перевязочку делать, шмоток. Так. И, значит, что? Локоть перекручивается. Рука тоже R перекручивается. G подается сюда. И где-то вот тут будет стол. Так. Как бы, как бы. Так. Теперь, значит, выбираем только нашу руку и удаляем ей все остальные анимации. Так. И вот это, значит, так, рука лежит. Здесь он ее, значит, должен положить на стол, да? Локоть еще опущен. Руку он только поднимает. Так. Выбираем нашу руку и понимаем, что это слишком, ну, долго, да? Получается, это 20, это руку он будет поднимать 10-12 секунд. Это долговато. G. Переведем, ну, пусть с задержкой, конечно, но так где-то секунды 2. 2 секунды, это где-то, ну, плюс-минус 48-50 кадров. Так, раз. Все, это дело нормально. Вроде раз, и вот он положил. Ну, когда он ее положил, ключица еще должна выше приподняться. Так, а ну-ка. Давайте ключицу удалим, чтобы не путаться. Эту, значит, ключицу G чуть еще пониже, плечо чуть повыше, и прописка. Так, что тут получается? Какие-то кадры нужно ликвидировать, которые рядом стоят. так. Так, и вот этот последний кадр тоже удаляем. Так. Ну, когда он руку ложит, когда он ложит руку, он что должен сделать? Он должен так, G ноги чуть-чуть подтянуть. Так, вот здесь вот много этих прописок. Значит, так, вот он там ложит руку. Значит, так, G ноги чуть-чуть подтягивает, прописываем И, и потом, значит, вот эти ноги в конце удаляем, и, значит, руку он положил, все, рука лежит, и, значит, где-то на 80-м кадре он чуть-чуть толкается тазом, G, и прописываем И. Так, остальные кадры позвоночника нижнего, которые идут после, ликвидируем. И задержка слишком у позвоночника. Видите, что вот этот кадр удаляем, смотрим, на каком, значит, ноги, на 40-м, а это аж 80-й. И нужно вот этот позвоночник, G, подтянуть поближе к 40-му, да? Ну, опять же, выбираем секунду. Так, секунду, и тогда ну-ка, ноги тоже прописываем. Во! есть такое дело, всё, он подтянулся к столу, чтоб руку положить, да? Такой весь наглючий. Так, но ещё что, он же разговаривает, значит, с персонажем, ну, с этим, с главарём. Я думаю, шапку ему приподнять или не надо. Так, а ну-ка, тройка на нампаде. Это шапка. Шапку мы, значит, ликвидируем. и значит, R, G, вот так будет поблотнять ему, да? Так, здесь он начинает разговаривать, здесь, значит, он, вот, вдыхнул, здесь он выдыхает. Так, и значит, пишем ему анимацию. он тут вообще говорит. А не, он тут, а ну да, что-то шибанул, шибанул, курит, курит, он его слушает. Короче, он его тут слушает. А говорить он начинает уже, так, там до 400 кадра, значит, так, ну, если что, подправится, да, значит, вот это вот, дэлит, а не, ctrl z, это нормально. Так, давайте запишем ему тоже по кадровку разговора, а потом подгадаем уже на какие, значит, кадры, кого перевести. Так, значит, начинаем, если со 135, это g, переведем вот эту косточку челюсти, и, значит, что делаем? Так, здесь она у нас рот закрытый. Значит, десяточку добавляем, это 145. Так, 135, 145, да, 145 добавляем. Угу. Так, что-то я уже запутался. Так, R. Открываем ему рот. выбираем косточки. Так, это хоп. Это значит, там челюсти, как обычно, нужно будет подправить. потом еще шипки и добавим ему этот, значит, движение усов. Ну, пока вот, пока место таким вот образом. Так, и значит, это только выбираем, будем прописывать только рот и пропискать. Ну, и погнали. 145, теперь 150, десятка, 10, 5, 10, 5, но в принципе можно, так, это 10, здесь, значит, рот должен быть закрытый. можно использовать вот этот кадр, ШФД, 150, и вот этими теперь плясаться. Так, это значит, ШФД, получается, 155, 100, а, 10, 5, 10, 5, пардон, Тим, так, что это получается? Так, это получается, ох, ее вообще не видно эти покадровки, а ну-ка, 145, это 10, 5, теперь получается у нас, ну, правильно, 10, 5, так, 145, 150, это идет 160, G, вот, запутался, а, это у нас, как, поставим 400 кадров, не понял, не понял, не понял, так, а ну-ка, тройка на нам, пади, R, закрываем рот, и прописка, и прописка, так, закрытый, открытый, закрытый, открытый, открытый, теперь, 160, 50, 165, 50, 165, D, так, это 50, 60, 10, 5, shift, D, это, 165, 175, десятка, выходит, и теперь, значит, 175, 5, 190, shift, D, вот, так, не беспокойтесь, что, все будет сделано, много разговаривать не надо, так, вот, раз, я обещал, я сделаю, так, ну, потом, если что, продлю вот эту, да, давайте, так, рот еще выберем, ну, пусть дольше поболтает, так, вот это все выберем, так, это кто у нас тут, вот, shift, D, так, 190, 200, вот так будет нормально, все нормально, но, печально, что он не смотрит на главаря, видите, если эту косточку двигать, у нас двигается все тело, тогда сбивается анимация, и тогда получается, нам нужно только повернуть голову, чтобы повернуть голову, нам нужно голову удалить, и смотрим, он курит, 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 здесь он, значит, курит, так, здесь он уже не курит, значит, вот он выдыхает, и на этом моменте, значит, можно ставить ему поворот головы, прописка, и голову поворачивает, значит, к нашему вождю, вот такой вид, будет, в принципе, нормальный, так, пробуем, а ну-ка, семерка на нампаде, повертеть другую косточку, так, руку немножко доведем, и прописка, и прописка, значит, придется ее, как бы, меньше трогать, не хочу ее потом всю переписывать, его движение, так, и ключица тоже поднимается, опускается, так, единица нампаде, вот если он сидит, вот душка, значит, стула, и, значит, когда он поднимает, значит, поднимается, я думаю, вот эта часть должна еще, как бы, так, 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 а ну-ка, а если вот так потом сделать G, вот так G приподнимаем, и вот видите, сейчас бы фикеем, хорошо бы рука согнулась, ну, получается, нужно ее по примитивному доводить, а доводится она очень плохо, когда вот inverse kinematic, и тебе нужно держать одну, допустим, точку, вот здесь точка, где локоть лежит, как бы, так бы, а и, а ну-ка, прописка, так, теперь, выбираем, значит, полностью кисть, а ну-ка, эту, delete, и, значит, везде, где кисть прописана, мы ее delete, потому что он ее раз, как бы, опустил за стол, да, вот здесь будет угол стола, так, и, значит, раз он ее тут опустил, на этих же кадрах, давайте сделаем, настройку пальцев, так, это к центру, к этому пальцу, этот палец, к этому пальцу, этот, значит, к энтому, а этот к энтому, так, и, вот этот большой, тоже, припускаем, какой-то палец, можно, значит, подсогнуть, так, не видите, здесь вот уже создается движуха, вот этой руки, вот, она начинает тут двигаться, вот, это почему, потому что здесь прописан ключица, видите, если мы эту ключицу сейчас, ликвидируем, смотрим, что произошло, вот, тело докручивается, и тогда, как это дело можно обыграть, так, значит, здесь она не лежит, рука, она здесь, как бы, еще больше приподнята, да, здесь, как бы, ну, да, вот, прописываем, и, потом, значит, на каком-то кадре, значит, он ее, как бы, перекручивает руку, вот, раз там, хоп, и ложит, ну, типа, все, болтовня прошла, все, зашибись, нормально он тут сидит, если со спины на него смотреть, ну, допустим, съемку вот в этом ракурсе делать, рука, видите, должна быть видна, давайте руку тогда, G, вот, где позвоночник, видите, перекручивается, мы обыграем руку, просто подведем вперед, вот, этот кадр, можно, Shift, D, вот, сюда, перекручивает, значит, вот, скопировать, и получается, когда будет движение плеча, видите, рука уже, как бы, меньше должна уходить, скользить, а ну-ка, ну, так-то уходит, все нормально, а ну-ка, типа надушку ложит, вот на эту, угу, вот как раз тут, видите, у стула выемка, зашибись, и тогда мы здесь еще обыграем, ключицу доведем, R, и ключицу еще повыше поднимем, так, ну и посмотрим, что в принципе получилось, а получилось, что нужно вот эту руку, вот эту руку, так, одену тут с пальцами, так, ну выберем, так, меньше изол, вот так я больше зацеплю костей, ну давайте вот так вот выберем, отключим те кости, которые нам не нужны через шифт, левая кнопка мыши, и вот получается здесь у нас полностью анимация руки, да, и мы ее тогда S, ставим на первый кадр, и английская S нажимаем, и тянем, тянем, тянем поближе, так, ну в принципе чего, 5 секунд нормально, тут больше даже, 6-7 секунд, ну рука движется за 50, так, тут уже поправка, ну где-то, 50, это значит 4, 4 с половиной, ну, а, какой 4, это 2, 2 секунды с лишним, нормально, вопрос, как это все дело потом будет рендериться, ну это S, когда обыграем еще эту штуку, и доведем, доведем еще эту косточку, вот так вот, вот так вот, так, и вот здесь, на каких-то кадрах, давайте движение кисти создадим, и потом, допустим, он ее, там как бы, R, приподнимает вбок, потом, как бы, допустим, выше ее поднимает, ну, чтобы не переборщить, опять же, так, да, и значит, где-то, вот тут, опускает ее опять, в принципе, не быстро, так, а что, если взять, в принципе, что, он сидит, подправился, допустим, а потом уже болтовня идет, там где-то он болтает, чтобы его не было видно, допустим, там, вот так пусть сидит, создает какое-то дергание, когда он будет болтать, мы будем со спины, или вот так вот, крупным планом его взять, а он ничего, зубового нет еще, а ну-ка, не, зубы ж были, а, есть зубы, все нормально, пока нормально, потом это будут доработки, так, и значит, создадим движение усов, ну, не без этого, да, так, object mode, выбираем нашего персонажа, так, это пока аж картинка будет мешать, кости пока не надо, вот, добавляем шипки, опять же, все это дело, если нужно анимация, это можно запечь, и, значит, вся анимация, вот эта шипки, все запекется на этого персонажа, и будет, хоть общ, хоть fbx файл, так, значит, все, вот здесь вот, заходим, скульпмод, так, раз там, усы, чуть-чуть поднимаются, так, и утягиваются, так, оп, пропишем, и, потом, где он, так, значит, здесь рот, открытый, закрытый, здесь, значит, чуть-чуть усы, отпустим, потом усы, чуть-чуть напрягем, потом, значит, их, опять, отпустим, можно, можно, даже до предела, потом, до предела, их можно, ну, не до предела, чуть-чуть создать им движением, все нормально, видите, здесь усы, и, получается, рот не столько важен, как он там открывается, усы это могут, ну, как бы, закрыть, да, там, подправить, там, еще что-то, вот, вот, так, где рот закрытый, опускаем усы, где рот открытый, усы приподнимаем, так, здесь, значит, опуск полный, все, тут потом, если шток, будет продлеваться, так, теперь, что еще, ну, давайте порту разберемся, это уже зайдем в узык мод, выберем теперь не усы, а нашего персонажа, кто у него тут, а, это, анимация, вот, рик плаща, шипки, я его тут натягивал, так, 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 выбер, они, а, ну-ка, это что у нас тут, это не пойму, рукава там вся фигня, но, что-то я их не прописал, интересно, а, это кто, а, во, это смотка, понятно, чтобы не вылазило, с пинжака, так, но нам нужно теперь добавить шипки, назовем его, значит, лицо, поставим ползунок до упора, и зайдем в скульпт-мод, так, что ты тут, так, как бы, как бы, да, пропишем, опустим, опустим, отпустим, где открыт рот, оп, запускаем вытяжку, нормально, так, а это что тогда он делает, ликвидируем, так, все пойдет, пока это так, набросок, теперь нужно что сделать, давайте пропишем ему моргание, это значит, постмод, так, глаза удаляем, этим тоже, delete, ставим на первый кадр, значит, тут он курит, то сюда, и поворачивает он голову, на нашего персонажа, и глаза сначала идут, как бы, первые, прописка, раз уже интереснее, все тут он говорит, ставит, значит, на сигарету, и внимание, все, значит, на нашего персонажа, на этого, на главаря, фу, на этого, на промышленника, так, что еще ему нужно сделать, моргание, так, тут он, значит, еще болтает, 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 ну, там уже потом, да, пропишем, что-нибудь, я такая, так, теперь у нас моргание глаз, как глаза тоже, вот эти веки, удаляем, смотрим, тут он, значит, курит, и вот с этого момента, пусть он начинает моргать, значит, раз, так, а ну-ка, а если, НЖИ, о, нормально, прописываем, и, потом, значит, моргает он быстро, это сороковой, ну, короче, на пятидесятом, он уже, это сколько, сорок, пятьдесят, десять, не, многовато, ну, давайте, на сорок пятом, он должен уже, АЛЬДЖИ, АЛЬДЖИ, открыть их, И, и, значит, его переводим, на первый кадр, ШИФД, ну, не на первый, это на какой, получается, тридцать пятый, тридцать пять, сорок, все, вот он моргнул, и это будет у нас моргание, здесь он болтает, болтает, я думаю, на сто двадцатом, так, ШИФД, переводим сюда, эти, значит, моргания, и потом на сто восьмидесятый, ШИФД, тоже переводим моргание, ну, и тут уже, двести двадцатый, ШИФД, тоже, пусть, чаще моргнет, так, что там дальше у нас, болтовня, и перед болтовнёю ШИФД, вот здесь вот, тоже пускай, на двести шестьдесят восьмом, тоже, морганёть, нормально, всё, в принципе, всё, заготовка есть, значит, здесь он курит, 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 и нужно посмотреть, с какого кадра молчит, значит, наш промышленник, и с какого кадра начинает он говорить, и вот это всё дело подбится, так, это файл делаем, в разговор, сейв сохраняем, получается, что, разговор у него начинается, так, сто тридцать пятый кадр, надо записать, без писанины никак, сто тридцать пятый кадр, и заканчивается болтовня у него, двести шестьдесят тарым, так, открываем теперь нашего персонажа, который был у нас, так, 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 олигарх разговор, дом сейв, так, и смотрим, что у нас здесь, с этим персонажем, так, 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 вот он разговаривает, разговаривает, замолкает, он, значит, со сто пятьдесят пятого, и, значит, молчит он, а лишь, так, вот здесь вот, рот не надо, гражданин, открывать, вот этот рот, мы тебе, вот этой файл, файлом, этим шифт, прикроем, молчать, так, молчать, так, получается, математика, я его и дрить, сто тридцать пять, двести шестьдесят два, это сто, ох, йо, это много кадров, да, ну, в принципе, да, пускай лучше большой пролет, по разговору будет, можно будет дольше снять, его, вот это, вот, значит, движуху молчания, можно вот это в начале кадра поставить, ну, как, в начале монтажа, допустим, да, потом идет у него разговор, дэн, 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 потом, хоп, он опять замолкает, другой ракурс, допустим, там вот, ну, в таком духе, все, он тут молчит, а тот будет здесь, в этот момент болтать, ну, и потом можно взять еще, вот этот, значит, ракурс, чтобы он здесь что-то договорил, или можно вот эту вот конечность 300 кадра удалить, и просто гонять по кругу, вот эти вот, значит, кадры, но под разными ракурсами, вот, и нам хватит 300 кадров, точнее, не нам, а мне, ну, вот такой вопрос, так, 135-й у ковбоя, и 262-й, здесь, 135-й не попадает, потому что, ну, здесь для разговора, самое то, под более-менее, такую, под такой вот, более-менее, диалог, да, так, значит, теперь, нам нужно, у ковбоя поставить на 155-й, и тогда, так, давайте здесь вот это все дело подвинем, это А, и вот здесь, так, это, давайте вот эту, G, переведем на 200, и получается тогда 50, 100 задержка, в принципе, 100 задержка нормально будет, это получается 25, ну, это нормально, так, давайте это от G, переведем задержку на 300-й, есть такое дело, 200, 300, 100 кадров, значит, не 100 кадров, здесь получается 25 и 25, это 2 секунды, потом 25 и 25, еще 4 секунды, 4 секунды молчания, в принципе, маловато, да, 4 секунды, ну, что можно за 4 секунды сказать, допустим, да пошел ты, вот где-то 2 с половиной секунды, да, давайте еще G оттянем на 350-й и поставим здесь 477-й, так, 477-й, переписываем, так, и вот в этот промежуток, вот в этот промежуток, с 200, с 200-го, по 477-й, вписываем нашего комбоя, так, заходим в файл, сохранить на, пардонте, файл, сейф, и заходим на комбоя, комбоечки, и у комбоя ставим 477, enter, значит, вот это вся у него, английский, так, подождите, нам нужно только разговор, вот он разговор у него, да, мы разговор вписываем в 200, и как раз у нас тут 328, ну, ничего, не вопрос, мы вот это дело, сейф, FD, поставил немножко паузу, где-то, 350, вот как раз 477-й, а ну-ка, файл, сейф, что-то я натупил, а ну-ка, уже, а ну-ка, олигарх, нет, тут всего 400, это 350, 350, вот я вот это и натупил, значит, файл, open, комбой, don't save, так, вот как раз 350, я и выхожу, это значит, делит, здесь ковбой сидит, ну, можно выбрать, значит, вот эти вот кости, так, здесь он курит, и, значит, курение поставить ему, так, а ну-ка, где он тут, вот этот момент, вот так вот убираем, делаем shift D, с 350 ставим, и нормальный, 510 кадров, ну, так вот, значит, два персонажа подготовлены, теперь нужно этих персонажей, вписать, значит, в общую сцену, сделать им, значит, залинковать их в комнату, в которой будет уже интерьер, там, ну, этот будет на стуле, тот на кресле, это понятно, это уже, с этим делом они будут, так, а, значит, комнату закинуть, и их туда залинковать, и будет тогда неплохая сценка, так, ну, вот на этом пока все, дальше, еще что-нибудь, процесс будет идти потихоньку, это уже сценарий, пошел, значит, следующая часть, разговор, значит, бандита, вот этого, значит, с этим олигархом, а потом будет другая часть, где, значит, наш шериф, прибавая, значит, на постоялый двор, этой мамзель, и, значит, там определяет нашего персонажа на койку, ну, в смысле, в комнату, а потом уже, вот этот разговор, который тут будет, перенесется на события, которые будут дальше выполнять, значит, наши главные герои, пока мест, ну, как-то так-то, все, всем пока, до свидания. Ты мне оюещал, что заберешь купчую на землю старика Мортона? Обещал будет тебе участок упрям, старик? Завтра вопрос должен быть решен, деньги выплачены. Субтитры создавал DimaTorzok